Крылатая пехота, голубые береты. Какими только эпитетами не награждали за долгие годы существования подразделения гвардейцев-десантников. Многие из этих молодых людей, уже отслужив положенный срок и возвратившись домой, продолжали и продолжают следовать своему главному принципу. Никто кроме нас, оставаясь верными защитниками своего отечества. Ведь, как известно, десантников бывших не бывает. В торжественный день в стенах священной цитадели, где год или полтора года назад эти ребята приняли присягу, дав клятву хранить в своем сердце боинскую честь и мужество, и завершился их путь в качестве рядовых и эфрейторов-сержантов. Теперь они – защитники тыла, готовые в любую трудную для страны минуту заступить на пост. Закалки, которые дают в армии, они здесь самостоятельные в большей степени. Там привыкли дома родители, мама, папа. Здесь самостоятельность – это раз. Второе – это все те задачи учебно-боевые, которые они выполняли, а их много было задач этих. Их, ну то есть сделало их, закалило, скажем так. Как-то не совсем по-другому относятся теперь к жизни. Особая заслуга голубых беретов в их уникальной преемственности патриотических традиций. Для десантников во многом примером мужества, чести, воинской доблести являются ветераны, которые в подразделении всегда желанные гости. В торжественной обстановке почетным воинам были вручены юбилейные медали 70-летия Победы. Кроме того, по уже сложившейся традиции, на прощальном митинге лучшим бойцам, увольняемых в запас, были объявлены благодарности за добросовестную службу. Символично, что все мероприятие проходило в стенах цитадели, причем впервые за последние несколько лет. Возможно, теперь проведение этого ритуала на священной земле Брестской крепости станет традиционным. Надеюсь, что это зарождается замечательной традицией, когда ребята принимают присягу здесь и прощаются с воинской частью, со знаменем воинской части тоже на земле Брестской крепости. Тем более, традиция зарождается в год 70-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Уже сегодня эти молодые люди соберут свой скромный боевой багаж, чтобы в красивой парадной форме отправиться домой, где их уже заждались близкие и родные. Год или полтора года службы в воздушно-десантных войсках для них в буквальном смысле прошли незаметно. И не потому, что все было просто и легко. Насыщенная физическая и прыжковая подготовка, выходы на учение, десантирование. Пройдя немалый путь, испытав на себе, что значит чувствовать запах пороха и звон в ушах от взрыва снарядов, десантники дембеля с уверенностью говорят, не зря мощь подразделения навечно овеяна славой. Настоящая дружба, сила духа и твердость характера здесь закаляются, как сталь. Во-первых, служба в 38-й бригаде. Это постоянные выезды, постоянное учение, подготовка в полевых условиях солдат, прыжки с парашютом. Получили мы здесь все десантную закалку, которая останется у нас на всю жизнь. Мы получили здесь настоящую мужскую дружбу, которая также будет с нами на долгие-долгие годы. Мы здесь все, каждый хоть немножко возможал, стал более ответственным, пунктуальным, выносливым, физически более развитым. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.